И снова здравствуйте! С вами новости на светлой стороне. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Подписывайтесь и поехали! Каждый сможет стать компостом благодаря новым правилам погребения в Англии. Англия продолжает нас шокировать своей цивилизованной прогрессивностью. Не успели мы отойти от новой английской нормы реже мыться, только обомлели от их стремления изменить пол бога с мужского на неясно какой. Смотри мой предыдущий выпуск. Как новая напасть! Мы-то думали, что данные цивилизованные новшества займут на какое-то время неспокойные умы островитян. Но нет! Оглашенные теперь решили экономить и на похоронах близких. Цитирую. Церковь Англии намеревается изучить вопрос компостирования тел умерших. В процессе компостирования тела умершего помещается в специальный стальной сосуд, многоразовое использование которое заполняется древесными щепками, опилками, соломой и люцерной. Это позволяет ускорить естественный процесс разложения и микробам удается превратить тело в почву примерно за 30-60 дней. Почву планируют отдавать родственникам для рассады. Предлагается другой способ разложения тела – в чане с щелочью, с последующим сливом в канализацию. Цитирую. Коммунальная компания выдала фирме «Ресомейшн» разрешение на сброс промышленных сточных вод. По всей видимости, плохая гигиена, отсутствие денег на еду и обогрев сильно негативно влияют на интеллект и моральные ценности бритв. Все помогают Турции, а Сирии нет. Очередная история, разрушающая миф о западном гуманизме, высвечивающая мелочность Запада и его дожатую до абсурда политкорректность, пришла из Болгарии. Там евродепутат обратил внимание на два подхода со страны цивилизованных к беде в Сирии и Турции. Цитирую. Ситуация кошмарная. С одной стороны, почти бесплатные перелеты для волонтеров в Турцию, а с другой – бесующие сирийцы. Никаких средств и никакой помощи. И я задаю себе вопрос, существует ли простая человеческая солидарность, или она должна быть еще и политкорректной? Странно, что болгарин только сейчас открыл лицемерие их новых союзников. Вроде как ничего нового они не демонстрируют. Еще цитата. Не знаю, является ли блокировка счетов исключительно следствием европейских санкций, но я вижу, что Турции все пытаются помочь, а Сирии нет. Больно, когда в одной ситуации относятся так по-разному. А разве такой подход не является закономерным следствием разделения мира на сад и джунгли? К чему сейчас у депутата эти сантименты, когда причину их Боррель без стыда гласил давно? Станиславский сказал бы «не верю». Не верю. Ну не верю. Паниковский не обязан всему верить. Шура! Американские студенты становятся все тупее и прогрессивнее. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Так и произошло в доведенной Западом до абсурда политкорректностью, которая, по мнению американского СМИ, привела к деградации интеллекта их молодежи. Цитирую. Закономерность заключается в неуклонном снижении показателей IQ. Например, в 60-х у абитуриентов средний IQ составлял 99,3, а в 2010-х снизился до 93,5. Аналогичность спад зафиксирован среди бакалавров со 113,3 до 100,04, и среди магистрантов со 114 до 105,8. Реальность может оказаться еще печальнее, если не учитывать множество толковых иностранных студентов, которые сейчас обучаются в вузах США. Похоже, Запад миновал свой эволюционный пик. Если мы не дураки, то есть отличная возможность учиться на их ошибках, чтобы у нас не было того, что некоторые американцы настолько отупели, что не могут понять нюансов. Цитирую. Многие старшекурсники не способны понимать сложные аргументы и даже отличить то, что профессор говорит, от того, во что он сам верит. Утверждение. Многие немцы считали Гитлера спасителем, превращается в «профессор сказал, что Гитлер был спасителем». Меня же шокировало вот что. Цитирую. Также многие из этих интеллектуально отсталых молодых людей не способны понять, что природа вещей может сочетать в себе одновременно хорошее и плохое. Рассмотрим, к примеру, последствия попытки преподавателя объяснить студентам, что несмотря на все ужасы рабства, основанное на плантационном ведении хозяйства, хлопковая экономика все же приносила немалый доход. Более того, рабы так высоко ценились, что вместо них на опасную для жизни работу во многих случаях нанимали мигрантов, в частности белых ирландцев. К сожалению, объяснение всех этих тонкостей можно запросто истолковать как оправдание рабства. Доигрались с идеализацией себя и обучением по комиксам и пришли к триумфу скудаумия. Вашингтон должен дать показания по Северному потоку. Китайцы не упустили свой шанс прихватить своего заклятого друга за слабое место. Якобы свободный и честный журналист. В китайском СМИ шокированы всплывшими подробностями теракта на Северных потоках. Цитирую. От скрывавшихся подробностей до сих пор бегут мурашки по коже. Например, как оказалось, Вашингтон начал тайно планировать диверсию еще в конце 2021 года, до начала конфликта на Украине. В течение более чем девяти месяцев дебатов на повестке дня стоял вопрос не о том, надо ли взрывать газопроводы, а о том, как не оставить улик. Остались же еще на земле люди, которых еще может удивить криминальный характер гегемона. Завидую их розовым очкам. Далее китайцы называют вещи своими именами. Уничтожение ключевых объектов гражданской инфраструктуры и нападение на нее являются гнусными атаками террористического характера, и их нельзя допускать. Досталось и самым честным либеральным СМИ, которые сразу после теракта обвинили в нем Россию, но с появлением фактов набрали в рот воды. Ненормальность, которую они демонстрируют сейчас, доказывает, что американские СМИ отлично понимают. Когда им нужно кричать, а когда молчать? Множество фактов свидетельствуют о том, что США заслуженный лидер в мире двойных стандартов. Точка. Регулярный здоровый сон защищает организм от рака. Решила рассказать вам об интересной новости на светлой стороне. Как уменьшить риск заболевания раком, друзья? По данным профессора Фракийского университета, сон является мощным профилактическим фактором в защите от болезни века. Цитирую. Для поддержания иммунной системы нельзя жертвовать сном. Как мы всегда говорим, сон не подлежит обсуждению. Необходимо спать столько, сколько нужно. Крепкая иммунная система также чрезвычайно важна для предотвращения развития рака. Когда иммунная система сильна, это крепкий щит и от онкологии. Оказывается, лишая себя сна, мы играем на руку спящим до поры до времени в нашем организме разрушителем. Еще цитата. В нашем организме есть так называемые естественные клетки-убийцы, которые находят и уничтожают клетки, склонные к канцеризации. Недостаток или отсутствие сна снижает активность и действенность этих клеток и, следовательно, прокладывает путь к раку. Берегите себя и свой сон. С новостями на светлой стране ваш сон безмятежнее и красочнее. Русские кормили Карлова Вара, теперь курорт может умереть. Со стороны Чехии, страны, демонстрирующих неприкрытую ненависть к нам, доносится плач. Всемирно известный курорт Карлова Вара теперь без русских рискует погибнуть. Вот что говорит мэр о своих попытках спасти курорт. Цитирую. Конечно, мы не поддерживаем Российскую Федерацию, но без россиян курорт сейчас не выживет. А только мне в этой фразе слышится отношение к нам, как к дойной корове. Да еще и не имеющей достоинства и чести, которой плевать на то, как пренебрежительно относятся к ее стране. Еще слова местной жительницы. Русских тут не достает, честно говоря, не всех нас тут кормили. Тут много туристов и достаточно чешских клиентов, но они не тратят так много, а покупают максимум беветницу. Проблема курорта в том, как оказалось, что именно русские приезжали сюда с целью заботы о своем здоровье. Туристы из других стран приезжают просто погулять на выходные и уезжают. Вот вся индустрия здоровья летит в тартарары. Наверное, логично, что за ненависть и гордыню надо платить. Работают ли американские санкции против России? Глубочайшее разочарование в форме стонов продолжает кочевать по страницам цивилизованной прессы. Дело в том, что по всем расчетам западных доброходов их санкции в прямом смысле этого слова должны были искалечить российскую экономику. И теперь, когда особенно прогноз на 23-й год оказался лучше, чем для некоторых стран Европы, отстреливших себе все торчащие части, поднялся вой и желание постичь таинство экономического чуда России. Цитата. Объем торговли у нее оказался больше, чем мы ожидали, и она нашла тайные каналы для такой торговли. В совокупности все это привело к тому, что санкции оказались не такими эффективными, как мы рассчитывали. Далее два эксперта обсуждают, что должны сделать их страны, чтобы нанести вред и причинить боль России, а затем, когда придет время, и Китаю. Картина невероятная, и эти двое совершенно не стесняются, какие еще инструменты инквизиции им надо применить, чтобы мучения стали нестерпимыми. И делается это даже не в тайных кабинетах, опасаясь нанести вред своему имиджу, а публично на страницах уважаемого издания. А у меня для вас новый анекдот. Западная цивилизация – самая гуманная цивилизация в мире. Все, можно смеяться. США предупреждает Украину о решающем для нее моменте. Вашингтон-пост рассказывает нам о наличии текста, что называется между строк, в постоянно повторяемых западными политиками мантрах «Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Цитирую слова воскопоставленного представителя администрации. «Мы будем и дальше пытаться разъяснить им, руководству Украины, что мы не можем делать все и вся бесконечно». Поэтому из-за океана самой свободной стране мира жестко дают понять, что она должна идти в наступление срочно. Дело в том, что без этого наступления будет все труднее и труднее выбивать финансирование на ведение военных действий. Мнение скептиков может одержать верх. Какой смысл тратить деньги на неудачников? Но американские хозяева денег считают, что вкладывать свои деньги нужно в успешные бизнес-проекты. Так фраза из голливудских фильмов «Ничего личного, только бизнес воплотилась в реальность наших небратьев». Вот это истинные западные ценности и гуманизм, как я полагаю. Ну а у меня на этом все. С вами была Екатерина Лоренц. До новых встреч и не забудьте подписаться! С вами был Игорь Негода.